тело в ребаде плохой канал говорим о хорошем хай интересная тему у меня один подписчик наметил вот я и хочу озвучить в общем нет что-то подумал дать от расписал и подумал что он достаточно актуальная вот и наверное никто ее не озвучит это собственно тема как правильно ездить на мотоцикле имеется ввиду не правил лучшим движения там неправильно как называть тормоз или газ там вот а что собственно мотоцикл являет для современного человека на мой взгляд очень сложное что понятие я очень много раз сталкивался в комментариях на форумах и прочим с ну вот трактовкой вот этого всего дела и решил профилософствовать естественно можешь промотать как бы потому что я не буду рассказывать про моменты крутящие какие-то там опять про там но система работы тормозов и трак идет раму прям там какого-нибудь там повороте про спорт сегодня поговорим но немного и в любом случае ты вот сейчас возьми и подпишись на канал если не не подписан потому как ну просто так смотришь нехорошо вот или на корня пока не поставить лайк или дизлайк и напиши комментарий обязательно прям сразу не смотри вот так вот значит мотоцикл почему я решил вот об этом отдельно записать потому что есть такой большой спор давние про туринги вот и стрит и так называемая на то есть я не буду сейчас про спорты говорить потому как я в них особо ничего не понимаю и говорите про них не на этом не особо не хочу но сегодня затрону немножечко значит тема про туринги достаточно такая большая и старая такая значит очень люди очень любят ездить на турингах и считая что ездит на всем остальном неудобно так далее вот вот основная почему возник вот этот разговор вот именно за это но начнем сначала мотоцикл мотоцикл сам по себе шут такое это средство транспорта ну изначально для чего он вообще был значит он вообще возник для того чтобы ездить значит машина дорого мотоцикл дешево ты сел доехал за хлебушком и тебе хорошо ну так есть подумать да ты для чего он еще был значит где используется мотоцикл именно как транспорт ну в азиатских странах на нем ездит тоже тепло круга годично катаешься тебе как хорошо ну у нас там например я очень много там по нашей стране проездил по всяким городам и весят да то есть в весях ездят там тоже за хлебушком бабушки там фигачит без всякого экипы без шлема бы ни хрена просто нас кудри бабушка хрена если вот по раз так умудрился заснять а я назвала забавная картина едут такой весь шлем и такой весь красивый вот у меня бабуля обгоняет на короче то есть обгоняет напротив едет на скутере там вообще чуть ли не в сарафане смотрит меня губочными глазами то есть какой-то там деревне его транспорт значит что для тебя мотоцикл транспорт я думаю что если смотришь мой канал вряд ли это транспорт вряд ли ты катаешься за хлебушком значит и просто используешь его для привозки дров там или каких-то там продуктов скорее всего нет и тогда не возникает вопрос а если это не транспорт то что это такое по сути это конечно увлечение но в каком-то виде но как я думаю значит и как в каком-то виде хобби значит тебе вот подробно на что вот это вот увлечение хобби есть это не транспорт то эта вещь изначально нерациональная давай можешь по комментариях сейчас написать и поспорить про это значит потому как рациональная сеть на автобус доехать на электричку доехать на поезд доехать на самолет даже наехать рациональный гораздо ты потеряешь меньше калорий вот меньше денег не будешь иметь меньше геморрой и просто доедешь из точки а точку б значит что такое транспорт это значит тебе нужно доехать из точки а в точку б правильно если это не транспорт то появляется еще не что дата человек не был немного более сложной вещь чем айфон да то есть мало доехать из точки а в точке б нужно какой-то геморрой вот геморрой собственно он нерационален поэтому рассматривать мотоцикл как рациональную вещь глупо ну тоже если это не транспорт если тебе за хлебушком ездить тараке из рационально доехал бензина мало жрет хлебушка купил все хорошо можно даже зимой теперь значит если это не транспорт значит я для себя выделил следующие категории есть это не транспорта никого увлечения значит это просто езда на мотоцикле на мой взгляд для не сегодня подробный по большую такое это это я список состав последовало там как мне лучше когда список составляется более так кровь клево рассказывать значит это эндуро значит это спортбайк мальчик как таковой значит еще отдельно для себя выглядело удовольствие от управления езды а управлением мотоцикла именно например к нему к этому удовольствию относятся слова на при таких рулежка вот это вот и удовольствие как управляет и не из данным то цикл этого управления мотоцикла значит для чего еще используется мотоцикл для бабосъема и выпендрежа да правда вот и такие подписчики меня есть я правда не знаю почему они так решили ну как бы обычно мотоцикл с женской точки зрения в данном случае является элементом для ссылок и ты мой друг скорее всего тоже просто по фото я вот на мотоцикле а ты думаешь что другое ну ладно если это не так никак все равно и к для этого не использую мне пофигу выпендрежь выпендрежь это обычно городские люди какие-то ну на корнях там в этом маленьком городке на деревне что-то собрали и значит выпендрить при знакомым и там обычный возраст такой какой-то выпендрежь и значит и объект для славливых рук на что-то я выделил вот такие вот вещи славовые руки приложить может чему угодно к велосипеду там к мотоциклу к чему угодно и что-то из него и сделал вот я выявил для себя вот такие вот направлении теперь о них подробно нас про транспорт мы рассмотрели транспорт это доставка из точки а в точку б правильно правильно значит есть это не транспорт и тут все остальное теперь нас подробно значит эндуро значит у эндуро скорее я бы такой выдел девиз так сказать проехать значит на эндуре весь прикол это не ехать на мотоцикле а проехать на мотоцикле то есть тебе это такая форма, на мой взгляд, какого-то горного туризма, что ли. То есть, когда ты, значит, карабкаешься по какой-то там горе, и куда-то там зарезаешь, да, там, и тебе там прикольно. Ну, такой вот какой-то вот вариант. Для меня он, как бы, неинтересен, потому что мне неинтересен такой вот горный туризм, да, то есть, мне интересна езда на мотоцикле, который я подробно в начекаться расскажу. Поэтому эндуро, это, ну, такой вот, на мой взгляд, больше ближе к спорту. То есть, это вот желание проехать. Не ехать, а проехать. Значит, теперь, значит, про удовольствие, значит, управление. Значит, если вы едете на площадке, там, Джим Хана, Фигана, там, и так далее, значит, вам очень важно, как начал закладываться поворот, как он там, какой проходит, там, там, допустим, угол, там, и так далее, насколько его можно завалить в повороте. Это вам прикольно, это удовольствие от управления мотоцикла. Значит, в принципе, на мой взгляд, это ближе к там, какому-то треку или площадке, там, я не знаю. Вот, но, как бы, для, там, езды, например, из пункта А в пункт Б, это, ну, блин, я не знаю, где вы там будете рулить. То есть, если вы едете от, ну, большие расстояния, да, то есть, какие-то, вам рулить там некуда. В основном это состояние по прямой. Вот, вы едете, поэтому вам, как бы, пофиг. Значит, выпендрёшь. Значит, выпендрёшь, это, ну, повторюсь, это детская какая-то история обычно. То есть, вот что-то сам человек сделал, вот, и, значит, перед кем-то там решил выпендриться таким образом. Ну, и бабы съёмки ему, как бы, тоже относится. И объект, значит, для шаловлевых рук. Значит, объект для шаловлевых рук, это что-то там, ты поковырял, значит, что-то там добавил, что-то вкрутил, вот, и, значит, тебе какой-то от этого кайф. Значит, на мой, значит, теперь самое, значит, основное, к чему, значит, я хочу вернуться с самого начала, к езде на мотоцикле. К чему я, собственно, всех призываю? К ездить на мотоцикле. Это очень сложно. научиться ездить на мотоцикле, не рулить мотоцикл, не знать правила, не знать, как чего угонять, а именно ездить на мотоцикле. Я вас попробую, на мой взгляд, научить ездить на мотоцикле, как вот, например, езжу я. Первое. Вам не надо ехать из точки А в точку Б. Точка Б это вообще вторичная хрень, ее может не быть, или она может быть абсолютно любой. Вам важно просто выбрать какое-нибудь направление. В принципе, вы можете с севера поехать на юг, если вам захочется. Просто у вас есть какой-то временный промежуток, в моем случае обычный плавающий, плюс-минус сколько-то времени, которое я сам себе придумал, и направление, куда вы едете. Поэтому отдельно расскажу сейчас про мототуризм. Это не мототуризм, это езда на мотоцикле. В езде на мотоцикле самое важное, это езда на мотоцикле. А никуда вы хотите приехать, ничего посмотрели, никакие люди, никакого пьянства, точки и конечные. Вообще, абсолютно неважно. Возвращаясь, при езде на мотоцикле самое важное, это езда на мотоцикле. По поводу турингов. Езда на мотоцикле включает себя, соответственно, какой-то промежуток времени, куда-то там едете, с точки А в точку Б, которую, повторюсь, не обязательно. При этом у вас возникает ощущение самого мотоцикла. Чем больше этого ощущения, тем у вас больше ощущение при движении в точке А в точке Б. Жизнь вообще человека, это, собственно, не движение с точки А в точку Б, с рождения на кладбище, как вы знаете. А вот столько впечатлений, оно где-то посередине происходит. А вы хотите приехать сразу на кладбище, в смысле, куда-то там посмотреть какие-то... Неважно, вот самое основное, это ощущение. Значит, если мотоцикл приносит, например, про ветрозащиту отдельно, мало ощущений. Вы не ощущаете ветер, как вы едете, да, то есть вы не ощущаете пространство таким образом. Вы от него отгораживаетесь стеклом, вот, бетлингом там, допустим, включаете музыку, чтобы не слышать, например, вот тот же самый ветер, в котором вы убираете постепенно вот эти ощущения, убираете, убираете, на вас не летит ничего, не пыль, не так далее. Вы можете ехать быстрее, и обычно вы едете при этом быстрее, потому что ощущения маловато. Вот, и объясняете себе тем, что на вас ничего не летит. Значит, на мой взгляд, значит, таким образом вы закрываетесь, собственно, от дороги и убираете себе ощущения от этой дороги. Значит, при этом, что цель-то у вас, собственно, получить эти ощущения. Тут, значит, вопрос вот в чем. Значит, сдувает, значит, с мотоцикла, неприятно. Значит, из-за того, чтобы с него не сдувало, надо ехать не быстро. Я езжу без стекла вообще все время просто, и фиг знает, какой я только не ездил, и холод, и в жару, и как бы это особо проблем не является. То есть, при этом я ощущаю пространство, воздух, в котором я еду. Вот, а если вот так вот закроюсь, я его буду мало ощущать, и повторюсь, как бы. То есть, скорость у меня где-то приблизительно 100-110 кг в час. При скорости 100-110 кг в час никуда вас нафиг не сдувает. И у вас еще при этом остается больше времени для того, чтобы покрутить головой куда-то, и это более безопасная скорость. Что плохого-то в этом? Вы приедете при скорости, например, 130-140 км, если видите, со стеклом, ну, на час быстрее. Ну и что? Ничего особенного нет. Зато я получу больше впечатлений, опять-таки. Значит, про дождь. Одеваю я дождевик и еду без стекла, без особых каких-то проблем. Вот. Ничего особенного в этом нет. Теперь про мототуризм. В отличие мототуризма от езды на мотоцикле. Значит, мототуризм, на мой взгляд, вырос из общества потребления. Значит, при потреблении мы с вами, соответственно, вот этот промежуток от кладбища, вот, значит, живем, да. То есть, и в это время наша задача не жить, а, соответственно, получить как можно больше чего-то там. Значит, накапливать там какие-то ощущения, впечатления. Это является, значит, основной причиной, значит, этого общества потребления. Значит, если вы просто живете, да, то есть вам это абсолютно не важно. Да, вы можете получить впечатление, чего угодно. А даже их отсутствие впечатлений можно получить впечатление. Может быть, для кого-то это сложно научиться таким вещам. Ну, на мой взгляд, не знаю. То есть, попробовать можно. Значит, поэтому мототуризм, он относится к потреблению. На что я говорю о потреблении? Значит, вы выехали, вам надо обязательно вытомить или маршрут при потреблении. Без маршрута вы никуда не поедете. Значит, вам нужна конечная точка, значит, отметка достопримечательностей. Вы уже отмечаете, как употребляете, да? Достопримечательности вы отметили. Значит, вы обязательно, надо до них доехать, обязательно. Надо выполнить план. Вот, как же, вас же, вам же нужно потребить. Вам надо обязательно фотнуться, значит, сделать селфи. Узнаете себя, нет? Обязательно все это дело заснять Я тут, я тут, я здесь, я здесь Потом выложить отчет, как я поехал Значит, вот здесь я щелкнулся, вот здесь я щелкнулся План выполнен, все, значит, получил столько лайков Отлично, значит, если у этого поста столько лайков У этого поста столько лайков Я в следующий раз поеду в это, ну, соответственно, куда поехал Чел, у кого больше лайков на это дело И засниму все то же самое Узнал себя? Это потребление называется Значит Как ехать на мотоцикле? А не потреблять Значит, еще раз, у вас должны быть ощущения От самого мотоцикла и от самой езды На мотоцикле А не от управления мотоциклом Или от того, как вы быстро куда-то приехали Или там, что вы по дороге посмотрели Значит, все, что относится К внешним ощущениям, кроме езды На мотоцикле, является вторичным Вот, то есть, вы можете смотреть на гору Она есть, ну и хорошо Если ее нет, то есть степь какая-нибудь Да это тоже отлично И там, проехал мимо помойки Какой, ой, как здорово Еще и помой посмотрел Там еще Неважно, ваша задача Соответственно, ехать на мотоцикле Это основное занятие Значит, теперь Немного подробнее про езду еще Значит Если Ты, мой друг, приложил к мотоциклу Какие-то шаловливые руки Значит То тебе ехать на этом мотоцикле Приятнее Чем когда ты просто купил кодобаланку Нажил на кнопочку И куда-то поехал Зародилась мысль в голове Значит Чем больше ты приложил рук Вот к этому На чем ты едешь Тем тебе приятней На нем ехать Потому что у тебя прибавляется ощущение Как бы От этого мотоцикла Потому что ты к нему руки приложил Это вот и есть Так называемые шаловливые ручки Значит И шаловливые ручки Никакого отношения К выпендрежу Бабосъема И прочим Не имеет Ты просто к нему Приложил руки Потому что так захотел Значит Теперь Почему ты захотел Это сделать Потому что Ты захотел Чтобы у тебя мотоцикл Соответствовал Каким-то Тобой же Придуманным Идеалам Ты их сам придумал Ты их может На картинке посмотрел Можете в голову Стукнуло Фиг знает Как Подсмотрел у кого-то Ты начал что-то делать Получил кстати Скорее всего Абсолютно другое Ты кому-нибудь отдал Это сделать Это абсолютно неважно И тут начался Вот этот процесс Когда ты мотоцикл Подгоняешь Под какой-то Идеал И у тебя Прибавляется При этом на нем Ощущении каких-то При езде Правильно То есть Когда ты просто Купил баланку Это одно Когда у тебя Мотоцикл Начал соответствовать Каким-то идеалам Это другое У тебя прибавляется Ощущение Мотоцикла Возможно Он больше ломается Как в моем случае Ты что-нибудь Прикрутил Не туда Вот Бах Фига Что-то Отломалось Где начал Что-нибудь Чинить Еще больше Прибавилось Значит Поэтому Значит Если мотоцикл Видите Какая длинная мысль Если мотоцикл Не является Транспортом Вот То Не надо на нем Заниматься Мототуризмом Вот И Стоит Как бы Либо Прикладывать К нему Какие-то руки Которые Ну Лучше К нему Прикладывать И покупать Такому Мотоциклу Который Можно Чего-нибудь Поделать И Стремиться Именно К ощущениям От езды На мотоцикле А не К Закрывательству От этих Ощущений На езды На мотоцикле Когда вы Закрылись Значит От всего Вкупать Как можно Комфортный Мотоцикл Чтобы у вас Этих ощущений Вообще Никаких Не было И чтобы Было ощущение Одно Как вы едете На автомобиле А это Транспорт При точке А в точку Б Вы едете В аквариум И смотрите По сторонам Вот А при езде На мотоцикле Должны быть Ощущения От мотоцикла Друзья Желаю вам Как можно Больше Получения Именно Ощущений От езды На мотоцикле Ну Единственное Что Подытожив Это все Дело Это конечно При езде Какой-то Более Не менее Дальний То есть Если вы Ездите По городу Просто Кругами То есть Ощущения Вы получите Немного Это как раз Больше Такой Транспортный Какой-то Вариант То есть Когда вы Съездили За хлебушком И слили На работу И что-то Посередине Получили Может Быстрее Куда Дает То есть Рациональности В этом Какая-то Присутствует Как только Вы поехали Куда-то Вот То есть То Рациональности Тут Никакой Нет Вам Не нужны Какие Сопримечательности Можете Заодно Посмотреть Попробуйте Научиться И понять Вот Эту Простую Вещь Может Быть Сумбурно Но Поэтично Вот Что Думал То И Сказал Большое Вам Спасибо Подписывайтесь На канал Теперь Вы Можете Написать Какие Гадкие Комментарии Хорошие Комментарии Можете Поставить Дизлайки Вот И лайки Тоже Можете Поставить Всем Спасибо